В Казлардинской области на высохшем дне Арайского моря начался весенний сев Саксаула. В этом году планируют озеленить 250 тысяч гектаров, а в течение ближайших трех лет около миллиона. Как ведется эта работа и откуда берут саженцы, расскажет наш корреспондент в регионе. По словам специалистов, ежегодно со дна моря ветром выносятся десятки миллионов тонн солей и пыли. Они разносятся на тысячи километров. Решение высаживать именно Саксаул не случайно. Это растение неприхотливо, прекрасно выживает в суровых условиях пустынь. Кроме того, одно такое дерево позволяет остановить до четырех тонн песка. План на этот год озеленить 250 тысяч гектаров. 250 тысяч гектаров – это самый большой объем. Мы здесь ежедневно с самого рассвета. Осложняет работу ветреная погода, которая поднимает песок. Нам нужна дополнительная помощь, потому что чем быстрее мы будем работать, тем лучше будет экология. Сейчас эту работу ведут сотрудники лесхозов Аральского и Казалинского районов. Осенью к высадке будут привлечены специалисты лесного хозяйства со всей области. Однако текущее состояние их технической базы оставляет желать лучшего. В настоящее время материально-техническая база лесохозяйственных учреждений недостаточно оснащена. В этом направлении мы рассматриваем вопрос приобретения тракторов ХТЗ, транспортных средств для перевозки саженцев, патрульных автомобилей, а также агрегатов для посева Саксаула. В ближайшие три года планируем укрепить материально-техническую базу на 70-80%. В 2021 году лесомелиорационные работы провели на площади в 100 тысяч гектаров. В период до 2025 года планируем охватить больше одного миллиона гектаров. Саженцы выращиваем во временных питомниках лесохозяйственных учреждений и затем уже переносим их на высохшее морское дно. Озеленение высохшего дна Аральского моря началось еще 20 лет назад. За эти годы различными методами удалось осуществить посадку Саксаула на площади больше 200 тысяч гектаров. А благодаря естественному процессу эта площадь увеличилась до 400 тысяч. Кристина Алмазкоза, Аль-Хайдар Турлыханов, Казвардинская область, Хабар-24.